Здравствуйте, с вами Самит Алиев. Расскажу-ка я вам сегодня одну поучительную и интересную историю про двух умных, энергичных и очень деятельных дяденьках. Первый дяденька это Отто Скорцени, человек-легенда и лучший диверсант третьего рейха. Самое громкое дело, которое он провернул, это было освобождение Муссолини. Муссолини был фактически выкраден из гостиницы, которая находилась очень высоко в горах. Гостиница вела всего одна канатная дорога, никаких подъездных путей, вообще. А вот Отто смог, у него получилось. Остальные операции, проведенные командиром частей особого назначения СС, менее известны, но на то они и успешны, чтобы не было особого резонанса. Так вот, по окончании Второй мировой войны ему, как эсэсовцу, полагался, конечно, в лучшем случае тюремный паёк, но он слишком много знал, а молчал ещё о большем. Поэтому американцы вывезли его в США для своих личных и довольно деликатных американских нужд. В 1951 году Отто Скорцени был объявлен правительством ФРГ деноцифицированным. Ну, то есть, если перевести на человеческий язык, это означает, оставьте его в покое, это пожилой человек, это было давно, теперь он исправился и больше никогда не будет. Но никогда больше не будет, это не про людей его склада. Такие люди никогда не стареют. Отто Скорцени поселяется в Испании и оказывает услуги консультационного характера, как государством, так и отдельным группам. Например, Франции, а точнее ОАСовцам. Да-да, тем самым ОАСовцам, чьи руки по локоть в крови алжирцев. Он консультирует ОАС по вопросам проведения диверсий и допросов с пристрастием в полевых условиях при наличии минимальных технических средств. То есть, он учит французов пытать алжирских борцов за независимость. Как видите, немецкий фашизм нашёл в лице тогдашний, да и не только тогдашний, Франции достойную смену. Но всё это только присказка. А вот вам и сама история. Второй человек – это тоже человек-легенда, просто известен он намного меньше. Во-первых, потому что так надо. Во-вторых, потому что это Моссад. А в-третьих, потому что это Йосеф Раанан. Йосеф Раанан – один из самых лучших оперативников Моссада. В интернете вы можете найти его фотографию, но что-то мне подсказывает, что на фотографии изображён совершенно не он. Насчёт первой встречи между Отто и Йосефом есть несколько версий, но больше всего мне нравится следующее. В один прекрасный испанский вечер Йосеф приходит к Отто в гости. Причём приходит в гости без приглашения. И популярный ему объясняет. «Отто, если к тебе, человеку с твоей квалификацией, кто-то сумел проникнуть в дом, да ещё и бесшумно подойти сзади, ты должен понимать, что за пистолетом тянуться бессмысленно. Так вот, Отто, ты мне очень нужен, потому что моё дело спешное, отлагательство не терпит. Собирайся, мы летим в Иерусалим вместе. Или же я еду туда один, прострелив тебе голову. Знаешь, мне очень хочется тебя пристрелить, потому что вы убили мою мать и младшего брата. Но ты мне нужен живым. Ты достаточно умён для того, чтобы не делать глупостей». Скорцени отличался и умом, и сообразительностью. Сразу же на всё согласился, потому что понимал, что если кто-то проник к нему в дом, к нему, к человеку с его квалификацией, то лучше вообще не дёргаться и лететь туда, куда тебя приглашает, подобравшись. А теперь лирическое отступление. На дворе стоял 1962 год, и Израиль с Египтом связывали высокие отношения. А именно, в любой момент могла начаться очередная война. В то время Египет развернул ракетостроительную программу, направленную, сами понимаете, никак уж не против Судана или Эфиопии. А разве Израилю нужна египетская ракетная программа? Нет, товарищи. Вот кому-кому, а Израилю египетская ракетная программа совершенно не нужна. Как и у всякой программы, у ракетной программы есть руководитель. И египетская программа не исключение. Руководил ею на тот момент немецкий инженер Хайнц Круг. Тот самый Хайнц Круг, который работал вместе с фон Брауном над немецкими ракетами V1 и V2. То есть, Хайнц Круг был человеком, который был нужен всем в регионе. Больше всего он нужен был Израилю. И больше всего он нужен был Израилю мертвым. Ты должен убить Хайнца Круга, Отто. Тогда ты останешься в живых. И, обещаю, мы оставим тебя в покое. Кроме того, не пытайся со мной играть. Я уже сумел подобраться к тебе со спины один раз. И я обязательно сделаю это во второй, если ты меня обманешь или не выполнишь задание. Отто Скорцени был человеком, все прекрасно понимающим, на редкость дисциплинированным. Это был профи, знающий, что проигравший платит. И если он платит своевременно, то шансы остаться в живых повышаются. Задание было выполнено. Ракетная программа Египта была обезглавлена. Как именно Скорцени это сделал Бог весь, то он уже никому ничего не расскажет, а Моссад не расскажет тем более. Впрочем, все это детали. Национальные интересы Израиля требовали, чтобы у Египта не было ракет. И национальные интересы Израиля одержали верх. А теперь еще немножко интересных историй. Может быть, это легенда. Но даже если это легенда, это очень красивая легенда. Такая, какой и положено легенде быть. По прибытии в Иерусалим Моссад не только предоставил Скорцени всю необходимую для успешного выполнения операции информацию. Скорцени ожидала культурная программа. Йосеф отвел его в Ядвашем, в музей Холокоста. Показать, что именно натворил фашизм и к чему приводят идеи расового превосходства, да и вообще идеи превосходства одних над другими. Если кто помнит, у Скорцени была кличка человек со шрамом. У него был характерный такой шрам на левой щеке. Это след от шпаги в результате студенческой дуэли. Поэтому спутать Скорцени с кем-то другим было практически невозможно. Так вот, один из посетителей музея, мужичок средних лет, в ужасе позвал полицию с криком «Тут оберштурмфюрер СС!» «Тут Отто Скорцени!» Йосеф Ранаан, человек, который сам потерял родных во время Холокоста, с бесстрастным лицом объясняет гражданину, что тот ошибается. А этот человек не Скорцени, это его двоюродный дядя, дядя Абраам. Он такой же еврей, как и он, а шрамы у него после концлагеря. Ну, мужичок осёкся и подумал, ну, правда же, это какая-то кавкьянская ситуация. Оберштурмфюрер СС в Ядвашеме. Ну, чересчур. Видимо, просто внешнее сходство. Мужичок извинился. Так что, на тот момент о визите Скорцени в Израиль знали только те, кому это было положено знать по должности. А самое главное, египетская ракетная программа была остановлена. Зачем я рассказал вам эту историю? Ну, во-первых, она мне очень нравится. Во-вторых, она очень красивая. А в-третьих, в-третьих, нужно всегда видеть свою стратегическую цель и не поддаваться сиюминутным эмоциям, даже если это желание немедленно рассчитаться с фашистом. Национальный интерес должен быть выше личного эмоционального порыва. Думаю, вы все поняли, к чему я клоню. Оставайтесь с нами. Сам Италиев. Специально для Калибер АС. Субтитры создавал DimaTorzok